всем привет и сегодня мы с вами посетим небольшую деревеньку астурийскую бедриньяна расположенную неподалеку от вие висе осы вот вы видите в сторону таких холмов ту сторону так же идет океан но на примерно наверное километров километрах в 7 от побережья расположена но мы с ее посетим посмотрим там находится древняя древний храм древняя церковь пойдемте такие вот домики уже начинаются но они тоже относятся своего рода к бедриньяне примыкают к ним он там тоже домики то есть определенно это фермерские дома как я понимаю другие более мелкие деревеньки но центром у них является вот именно вот данная деревушка куда мы идем ту сторону вие висе осы ну а туда так я дохожу если хочу допустим пешком то так можно через леса все прочее дойти до примерно от городка 10 километров но от бедриньяны соответственно 7 вот отсюда лучше видно городок но там я поднимался в походах еще выше есть и будет еще видео на канале ну и вот мы идем дальше вот такие вот виды вышли сегодня с детьми погулять в такой небольшой поход вот пусть проведут его на природе вон еще один путник прошел с девочкой тоже гуляет выходной день сегодня ну и вот вы видите мы уже на подходе можно обойти было с другой стороны в одном из походов я так заходил но сейчас мы таким вот путем тут путь через лес вот так идет он более длинный деревушка ну и туда дальше но сейчас посмотрим в целом в Астурии и север Испании весьма популярен для пешего туризма много различных дорог существует можно зайти в офисы по туризму они есть практически везде вот и уточнить эти моменты а также их найти на сайте интернет есть приложение путь Сантьяго это если вы непосредственно хотите по пути Сантьяго более того ни одно предложение а несколько я себе также установил одну из его частей хотя бы небольшую совсем но думаю осилить а также и и и и и и тут кстати есть и дома отдыха гостевые дома имеется ввиду что-то типа отеля и апартаментов вот в частности один из них улочка чтобы вы видели туда население бедренян и чуть более 200 человек но вместе с вот этими домами что мы проходили по пути чуть более 300 человек ну и вот знаменитая церковь датируется но по крайней мере на сайте городском написано что начальные датируются девятым веком постройки потом естественно она достраивалась перестраивалась вот написано что национальный памятник но является в общем-то основной достопримечательностью деревеньки здесь такой вот сад идет затем в семнадцатом восемнадцатом веке уже была оформлена примерно в том виде как сейчас но естественно здесь следят перестраивают достраивают если что-то надо поправляет здесь вот видите деревеньки все прочее то есть вот это сборка мусора не одна несколько мусорных установлено точек для сбора мусора то есть вот видите чисто до городка соответственно порядка трех километров ну то есть это у кого дети не между школу на работу еще что-то поехать куда-то то есть вот примерно так но я думаю проблемы большой сильно уместных жителей кто живет в доме как достаточно большой проблемы нет чтоб машину приобрести ну кто может не хочет еще как-то порядка трех километров надо будет пройти ну вот мы с вами выходим такой вид на церкви вот кресты сейчас когда иду поближе идут туристы поэтому пока снимаю вообще называется сан-андрес д бедриньяна то есть если что искать вот эти считаются наиболее старые окна и то что снаружи то есть вот по крайней мере то что я прочитал сильно много информации нет но вот нашел тем делюсь там тоже кухники идут поднимаются но сегодня выходной воскресенье многие испанцы либо едут куда-то либо идут ну либо просто проводят его семьей в кафе для воскресенье в испании это как бы такое всегда общем он так проводится сейчас мы с вами пойдем посмотрим ну церковь тоже открывается на служение наверное также по различным праздникам в этом году еще вот 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 Тут же небольшое деревенское кладбище. Дети успели уже здесь в прятки начать играть и такие вот домики идут с участками. Дети успели. Ну и немножко сниму деревенских улочек. Ну и дома вот там получается дом за таким зеленым забором. Тут такие домики поменьше. Такое вот предупреждение. Касса де культура. Вот постройки 1921. Написано из Куэла. Вон тоже домик видите такой каменный. Вон дети увидели куриц. Сейчас в наше время уже чтобы их увидеть тоже надо куда-то выбираться. В основном конечно все же в квартирах живут. Но благо здесь неподалеку. Захотел, вышел, посмотрел. Посмотрите какие цветы красивые в домике. А вон апельсин. Апельсины здесь не подрезают как в Альдинсе. Ну и соответственно они вырастают высокие. Более высокие. Там дальше лимон идет. На камеру не будет видно. Но лимон кстати и здесь я вам сейчас покажу. Тут еще один растет. Вот пожалуйста все усыпано. Вот такой красивый двор. Вот тоже. Тут получается даже не один, не два. А целый такой лимонный сад. Работает хозяин. Ну или работник его. Соответственно он стрижет газон. Ну и вот вы видите там уже лес. Я еще с той стороны заходил. В деревню. Ну и пальма. Ну это вот еще один выход из деревни. Можно в ту сторону направиться. Ну и вот такая вот еще улочка есть. Такие вот домики. Ну тут много гостевых из них. То есть таких деревенских домов, где живут и хозяева, и комнаты сдают. Вот такая природа в северной Испании. Мы выбрали еще денек такой, чтобы не было, чтобы были тучки хоть хотя бы, потому как вот у меня уже от этих мы сейчас наверстываем, много ходим, уже лицо облазит. Ну и как раз, чтобы поход детям был полегче. Ну в целом очень, очень комфортный климат. Лично как по мне, так самое вот то, что надо. Слышите, да? Наверное, птицы поют. Ну и вон там река. Ну и вот еще несколько домиков, где, я так понимаю, тоже можно, могут путники остановиться. Ну, в принципе, если так, смотрите, до Виевисиоса недалеко. Ну и в целом оттуда уже достаточно легко добраться до любых мест. Ну а вон, собственно, Ивиевисиоса идет. Коровки пасутся по пути и вон там, вон там. Часто слышно, как и колокольчики звенят. Вон там уже за столом люди сидят. Ну, а вот вы видите. Очень красиво, конечно. Тоже еще один апарт-отель, кафетерия, то есть есть. По крайней мере, написано, что есть при нем. Ну и паркулка. Такая вот у нас сегодня получилась с вами прогулка в астурийскую деревню. Посмотрели старинную церковь, ну, снаружи, по крайней мере. Ну и, соответственно, тоже посмотрели астурийские пейзажи, ну и типичную такую небольшую деревню. Надеюсь, вам было интересно. Желаю вам всего хорошего. До новых встреч. Пока. Пока.